Здравствуйте, уважаемые коллеги. Калугин Константин Сергеевич, город Ижевск. Тема доклада – выявление причин аварий и катастроф. Следующий слайд, пожалуйста. Аварии, как правило, возникают в результате потери управления над потоками энергии. В докладе представлено 28 причин аварий. Материал будет полезен как специалистам, ответственным за техническое состояние инженерных систем, так и студентам технических специальностей. Пожалуйста, следующий слайд. Если мы будем рассматривать любую техническую систему, в ней есть некие полезные связи, полезные взаимодействия. Но, учитывая, что сложность систем, начиная с велосипеда, постепенно возрастает, в них могут происходить замыкания связей по не всегда понятным причинам и могут образовываться вредные взаимодействия. Так, если мы закинем цепь обыкновенного велосипеда не со звездочки на звездочку, как она правильно предусмотрена, а в силу каких-то обстоятельств мы закинем ее на руль, то велосипед превратится в самокат. И как велосипед, он перестанет функционировать. Итак, все рассмотренные аварии были разделены на три крупные категории. Первые связаны с потерей контроля над физическими потоками энергии. Вторые вызваны преобразованиями в веществах. Третий – результат ошибочных действий человека. Пожалуйста, следующий слайд. К ошибкам в распределении потоков энергии отнесены шесть крупных групп. Первая и наиболее очевидная – это столкновение неуправляемых потоков энергии. Но иногда потоком энергии достаточно сближения на недопустимое расстояние, чтобы произошло взаимодействие. Пример – катастрофа около Уфы 3 июня 1989 года, когда из-за утечки газа из магистрального газопровода выгорело два пассажирских поезда. Из группы внешних потоков хочу выделить игнорирование природных явлений. Это не всегда природные катастрофы. Например, в городе Ижевске проектировщики, реконструируя автомобильные дороги, опорно не предусматривают ливневую канализацию. В результате, летом во время сильного дождя, либо весной, некоторые дороги напоминают венецианские каналы. Пожалуйста, следующий слайд. Потоки энергии не всегда распределяются так, как было задумано изначально. Бывают и ошибки. Пример – концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Первоначально имел множество поверхностей параболической формы, обшитых металлом. Получились такие вогнутые зеркала, которые в летнее время, в солнечную погоду, фокусировали и отражали солнечную энергию на соседние дома. В результате температура в квартирах повышалась до плюс 50 градусов Цельсия. То есть особая форма здания сконцентрировала и изменила обычное распределение солнечной энергии. При этом никто не планировал разогревать соседние дома. Пожалуйста, следующий слайд. Прочность и надежность систем со временем естественным образом снижается. И чтобы избежать аварий, проводят техническое обслуживание, а иногда снижают максимально допустимую нагрузку. Но иногда исправно работающая система не выдерживает. Рецепт такой аварии прост. Достаточно построить здание на 1-2 этажа выше проекта, либо перегрузить транспортное средство, чтобы два раза ездить не пришлось. И так в 2013 году в Индийском океане затонуло судно-контейнеровоз Молкомфорт, разломившись на две части. По предположению моряков, ходивших на судах этой серии, с большой долей вероятности имела место неверная загрузка судна, поскольку реальный вес контейнеров очень часто превышает заявленный. Кроме этого, судно могло идти в разрез волн таким образом, что корма и нос оказались на вершине двух соседних волн. Еще хочу отметить, что в сложных системах наиболее ответственные функции полезно дублировать. Иногда несколько раз. Например, в Boeing 777 предусмотрено три независимые гидросистемы. Пожалуйста, следующий слайд. Следующая категория – аварии, связанные с веществами. Исторический пример. В середине XIX века в Санкт-Петербурге прошла эпидемия оловянной чумы, уничтожившая оловянные пуговицы на армейских складах. А вот пример с портала Weekend.ru о гибели антарктической экспедиции Роберта Скотта в 1912 году. В их случае были использованы канистры, запаянные чистым оловом для хранения керосина, который вытек через оборозавшиеся щели. Дело в том, что чистое олово при температурах от плюс 13 градусов Цельсия и ниже меняет структуру, становится хрупким и рыхлым. Лечится этот недуг легко. Достаточно добавить 2% меди и 5% сурьме. Говоря о производстве материалов, иногда хватает куда меньшей доли примести, чтобы изменить свойства. Иногда в состав могут входить вещества, которые проявляют себя только при определенных условиях. Например, окалина, образовавшаяся при раскатке металла, в обычных условиях впрессована в тело листа. Однако при штамповке она может выступать наружу, образуя подобие наждака. Это также пример с портала Weekend.ru. А новый элемент – это, например, наледь. Пожалуйста, следующий слайд. Третья категория – ошибки управления. Не секрет, что сверхнагрузки опасны не только для технических систем, но и для персонала. При этом перегруженным может оказаться не только подчиненный, но и руководящий персонал. Интересно то, что во втором случае руководство добровольно перегружает себя, как правило, по причинам, связанным с недоверием к подчиненным. Следующая причина – какое-либо бездействие, не менее губительно, чем неправильные действия. Особенно опасны случаи, когда тренированный персонал, прошедший все проверки, не переключается на аварии и продолжает делать привычные действия. Пример – авиакатастрофа 9 июля 2006 года с Airbus A310. После посадки и начала торможения неожиданно для пилотов включился левый двигатель, а бортовой компьютер перевел самолет на взлетный режим. Пилоты не распознали включение двигателя, не выключили его, а продолжили тормозить, пока самолет не проломил бетонное ограждение и не врезался в гараже. Пожалуйста, следующий слайд. Иногда действия персонала в целом правильные, но содержат ряд мелких ошибок и неточностей. Причин, почему решения остаются недоделанными, множество. Одна из них – ложная экономия. Например, выполняя замену силового трансформатора на изрядно перегруженной подстанции, электросетевая организация выбрала новый трансформатор, незначительно мощнее предыдущего. В результате деньги и время потрачены, новых потребителей подключить нельзя. А самое главное – потенциальная причина аварии, перегрузка трансформатора, так и осталась не устранена. Важно помнить, что ошибки могут возникать при любых изменениях в привычной последовательности действий. Так, в Китае в 2008 году произошло лобовое столкновение поездов. По предположению местных СМИ, это как-то связано с тем, что на данном участке железной дороги утром трагического дня было введено новое расписание. Приведу еще один пример, вероятно, связанный с местными традициями. В Индии в 2011 году произошло крушение пассажирского поезда. Машинист включил аварийное торможение, чтобы избежать столкновения с стадом коров, пересекавших железнодорожные пути. В результате поезд сошел с рельс. Пожалуйста, следующий слайд. 2 апреля 2012 года самолет АТР-72 потерпел крушение при взлете с сильным обледенением. Командир корабля до этого ни разу не заказывал противообледенительный облив, хотя летал преимущественно по северам. В день катастрофы он торопился домой, на собственный день рождения. После уборки закрылков, после взлета, следуя стандартным инструкциям, были убраны закрылки и нехватка подъемной силы сразу же составила 23%. И самолет упал. Случаи взлета с обледенением никогда не отрабатывались на тренажере, потому что предполагается, что крыло всегда чистое. Обратите внимание, люди сделали некую работу, причем люди профессиональные, но они по привычке думали, что все будет так, как они задумали. Но в силу каких-то обстоятельств, тех же самых природных эффектов, возникли вредные связи. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, выводы. Как точно не стоит делать? Главное, на что хочется обратить внимание, это уверенность некоторых людей в том, что лично с ними ничего плохого случиться не может. Замечания к работе часто воспринимаются как личное оскорбление. Ошибки замалчиваются, заметаются под ковер, а решения откладываются на неопределенный срок. Очень опасно тащить бытовое мышление и бытовое поведение в профессиональную деятельность. Всегда опасно перегружать систему выше кого-то допустимого предела. Если это инженерные системы, то в них этот предел определяется инженерными же методами. Сложнее, если какие-то функции выполняют люди. Полезно помнить, что любое сокрытие и искажение информации всегда закладывает в виду под систему. Поскольку если людей еще можно обмануть и как-то проскочить, то вот обмануть законы физики еще не удавалось никому. Пожалуйста, следующий слайд. Как рекомендуется делать? Наиболее ответственные узлы и функции необходимо дублировать. Это касается как отдельных деталей, так и целых систем. Полезно новые элементы системы делать с избыточным ресурсом, то есть выше расчетного. Поскольку в процессе эксплуатации всегда безопаснее проходить корректировку в сторону снижения, чем если в какой-то ситуации критической ресурсов системы просто не хватит. Все ошибки, особенно критические, рекомендуется справлять незамедлительно. Очень важно учить персонал мгновенно переключаться. Нужно часто, возможно, ежедневно тренировать реакцию на аварии. Чтобы они не вводили персонал в ступор. Пожалуйста, следующий слайд. Стоит отметить, что никакие запреты и инструкции не гарантируют, что им будут следовать. Нет никаких ограничений на аварии. И надеяться на здравый смысл сотрудников – непозволительная роскошь. Лучше заранее учесть и разработать схемы действия для ситуаций, которые могут возникнуть только в случае нарушения всех писанных и неписанных правил и отрабатывать их до автоматизма. Все рабочие переговоры во избежание двусмысленности полезны вести, используя систему отработанных речевых модулей, то есть всем понятных команд. Пожалуйста, следующий слайд. И с неприязнью по бизнесу и так далее. И при расследовании преступлений следователи сначала проверяют наиболее типовые причины. Такие же типовые сценарии явно существуют для технических аварий. И при расследовании следует начинать именно с них. Данное направление только сейчас начинает исследоваться. Более того, одна из стандартных строчек бизнес-плана называется так. Какие будут риски? Как правило, люди очень тяжело заполняют этот пункт. Пожалуйста, следующий слайд. Уважаемые слушатели, большинство людей исходит из того, что все будет так, как они задумали. По факту происходит другим путем. Человек едет на работу, и он думает, вот я сейчас приеду в офис, кому-то надо позвонить, что-то еще нужно сделать. А то, что он на маршрутке, либо на личном автомобиле, может куда-то врезаться, или на него может что-то упасть, человек в голову даже не берет. А это может быть. Данная тема касается всех. Другое дело, могут быть случаи более редкие. Это да, но тем не менее, это касается всех. Я продолжаю исследование и буду благодарен вам за присланные примеры. Ссылку на автора, либо анонимность при вашем желании. Гарантирую. Пожалуйста, следующий слайд. Я благодарю Игоря Леонардовича Викентьева за научное руководство и помощь в подготовке доклада, а также издательство «Лифризон» и коллег, вычитывавших данную работу. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Ага. Уважаемые модераторы, есть вопросы? Антон Александрович Кравченко спрашивает, что можете рекомендовать для компенсации халатности персонала? Ну, в первую очередь, это действия по отработанным схемам. То есть, они должны знать, что им нужно сделать. Да, еще одно дополнение по онлайн-обучению. Есть очень хороший индикатор, поскольку через онлайн-курс прошло весьма отлично от нуля количество людей. То есть, делаешь предупреждение. То есть, ну, не очень жестко, не в сержантском, как бы, контексте, а просто вежливо предупреждаю. Так вот, те люди, которые никогда не сделают доклад, никогда не дойдут до интеллектуального продукта на прямые предупреждения. Это может быть устно, это может быть письменно, это может быть в домашнем задании. Как бы, у них психозащита. Это ко мне не относится. Совершенно железная корреляция. То есть, человек не слышит каких-то иных вариантов, кроме того, который сложился в его голове. То есть, то, что головы могут быть не разные, привести к ошибкам, вот сейчас Константин Сергеевич очень хорошо изложил. Спасибо ему. Нам удалось создать наиболее интеллектуальный русскоязычный канал «Викенд». Мы это проверяли два года. Если вы найдете более интеллектуальный русскоязычный канал, пожалуйста, известите нас. На нашем канале, как можно убедиться, есть весьма интеллектуальные видео, а также, чем мы гордимся, и, что, как ни странно, гораздо сложнее, интеллектуальные комментарии. То есть, мы занимаемся настоящим, стоящим делом, делом из большой буквы, и, соответственно, используем те научные традиции, которые накоплены в русскоязычном сообществе. То есть, очень вежливое обращение по имени-отчеству. Даже если вы родились в семье алкоголиков, вы у нас на канале будете общаться со всеми очень доброжелательно и через имя, отчество и так далее. Или вы не будете общаться никак, потому что я могу сказать далеко более конкретно, моя правая рука вас выкосит и навсегда. То есть, предупреждения мы не делаем. Те, кто не умеет общаться, не понимают уровень, на котором мы работаем, покидают вас навсегда. И, соответственно, вы можете искать место своего приложения не на самом интеллектуальном русскоязычном канале. Это очень важное примечание. Прошу всех, умеющих слышать и читать, его положить в голову раз и навсегда. То есть, еще и еще раз – это культура творчества, культура критики, культура развития своих и чужих работ. Соответственно, следующее объявление. Давайте конференцию. Соответственно, следующие конференции, 50-е, это рекордные показатели для русскоязычного пространства. Таких даже близко нет. Культура, назначена на воскресенье, 15 мая. Соответственно, с сегодняшнего дня мы начинаем ею заниматься. Кто хочет, кто хочет, кто намерен выступить с докладом на этой конференции, даже если у него есть пока только замысел, у меня предложение буквально сегодня-завтра, то есть сегодня 19 декабря, написать мне ВКонтакте, чтобы я начал выстраивать. Соответственно, светлая мысль проснуться 1 мая и написать, могу сразу сказать, конференция точно будет идти там, скорее всего, часов в семь. Поэтому просто места для вас физически не будет, даже если у вас будет распрекрасный доклад. Вот как бы, но если докладов будет очень много, мы, возможно, сделаем там несколько секций или там два дня, то есть так далее. Мне нужно знать, как можно раньше.